всем привет сегодняшнем видео мы будем готовить с вами вкусную лазанью совместно с мамой в кадр мы не будем попадать потому что мы не готовились специально к съемкам у меня немножко здесь расслаблен такой режим я сплю кушаю ем вот первые два-три дня потом я буду заниматься видеосъемками всеми теми запросами которые вы меня просили и сейчас я вам покажу какие продукты нужны нам для приготовления лазани что мы использовали есть различные варианты лазани вы можете посмотреть их в интернете но это тот способ который которым пользуется моя семья потому что у всех свои какие-то рецепты до семейные мы используем томатную пасту томатную пасту вы можете естественно брать любую другую который вам больше всего нравится майонез 67 процентный я люблю с большим процентом жирности майонеза потому что мне кажется что так он будет вкуснее и мама набила до жидкость то есть она смешала майонез с томатной пастой долила туда водички и добавила соль и сахар по вкусу этим она будет к я вам потом попозже покажу проливать и каждый слой лазаньи также у нас есть базилик базилик у нас естественно свой домашний выращен в экологически чистом практически районе каждый слой мы тоже будем просыпать также нам потребуется сыр натертый на крупной терке используют она вот такие вот листы роллтон лазаньи тоже естественно вы можете брать любые другие листы и фарш мы предварительно подготовили фарш мы ничего не добавляли там только лишь мясо здесь говядина половина свинина любой другой можете фарш на ваше усмотрение брать можете смешивать хоть три одновременно свинина говядина и курицу можете мешать просто пережарили немножко на сковородке там 10-15 минут кто-то добавляет туда морковку но опять же говорю по нашему рецепту вот она не стала это делать я не вмешивалась в этот процесс не подсказывала то как она делает ее в обычной реальной жизни то мы так мы с вами будем готовить и также нам потребуется специальная поверхность емкость для для лазаньи она ее выслала фольгой чтобы она была мягким и не пригорала к поверхности нашей посудины мама я буду тебя снимать вот мы берем листы листочки они небольшие и прокладываем по всей поверхности по всему периметру у нас здесь умещается как раз 3 листочка да сверху мы распределяем фарш хочет мне кажется фарш много нет но многовато но и так чтобы знаешь это а вот эти листы лазаньи сколько стоит 65 сверху немножко просыпаем сырком кто-то я знаю сыр кладет прям сверху вот все слои сделали потом сверху уже сыром посыпали лишний не бывает в любом блюде так и посыпаем чуть-чуть сухой чуть-чуть базилика базилик но опять же это на любителей свой домашний как я уже сказал экологически чистый это на любителей мы любим базилик поэтому базилик зеленый по моему и сиреневый они два разных вида бывают и поливаем нашей смесью да вот мама ты сказала здесь сахар добавляла соль по-моему ты не добавляла соль не надо потому что сыр соленый и фарш соленый поэтому мы добавили только сахар по вкусу только мне кажется немножко жидковатый мне не нравится а вот эти вот листы они пропитываются и они потом очень мягкие конечно конечно так вот у нас получилось 4 слоя а сверху мы будем покрывать еще фольгой чтобы как бы он быстрее упарился вот и как бы вверх не подгорел а потом мы его откроем через 30 минут и он как бы сверху поджарится как бы корочка возьмется и что протварился да чтобы эти вот листы лазанья они были более мягкими под действием пара они там разбокнут разбухнут и размокнут у нас и потом мы все вот это вот отправляем в духовку духовку мы не разогреваем холодную духовку ставим потом уже включаем на 35-40 минут на 35-40 минут при каком градусе 200 200 градусов выставляем видите какой красивый кот у нас тоже участвует в процессе приготовления торопись а для чего мы открываем можно в духовку поставить чтобы сверху курочка покрылась чтобы она такой поджаренный было на любители кто хочет можно ставить можно не ставить хочет кто не хочет тот не хочет что ставить дело хозяйское да можете ставить можно на 5 минут можете ставить на 5 минут на 5 на 10 минут чтобы подрумянилось сверху вот у нас получился конечный вариант разделили мы их на три пластиночки так как у нас из трех пластин состоял лазанья это у нас самая серединка а 2 краешка лазанья так что всем приятного аппетита всем пока пока